Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра, в воскресный день, Святая Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Радостный праздник. Есть церковные праздники, которые соединяют в себе радость и печаль. Например, в день Вербного Воскресения нам и радостно от торжества Спасителя в Иерусалиме, и горестно, потому что мы знаем, что случилось после этого. В праздник же Рождества Девы Марии нам только радостно. Если, когда рождается простой ребенок в мир, мы испытываем радость, хотя не знаем, будет ли это дитя добрым или злым, то в рождении Пресвятой Девы мы испытываем двойную радость. Ведь в ее Рождестве заключено и рождение Христа Господа. Наверное, эти же чувства испытывали и святые отцы древности, поэтому и составили тропарь праздника Рождества Богородицы таким же похожим на тропарь Рождества Христова. И поется он на один и тот же торжественный и бодрый богослужебный глаз, то есть имеет одинаковую музыкальную мелодию. Господь благоворил, чтобы его пришествие в мир сопровождалось не одним каким-нибудь чудом, а было окружено множеством чудес. Чудесно его непорочное зачатие и рождение от Девы. Чудо заставило Симеона, богоприимца, прожить более трехсот лет, ожидая пришествия в мир Спасителя, ожидая исполнения пророчества, когда можно будет взять на руки святого младенца и произнести «Ныне отпущаешься, раба твоего владыка». Чудом появилась на свет и та, ради которой Бог отделил еврейский народ от развращенного языческого народа, от и среды идолопоклонников. Рождество Божией Матери – это тот апогей праведности, которого смогло достичь человечество. В этом деле соединились два действия – Божие и человеческое. От себя люди принесли ту праведность, на которую были способны. Праведность Авраама, Моисея, Давида и других прадцев. От Бога была дана благодать – удержать ее и соединить в причистой Матери Господа. Результатом этого чудесного суработничества стала преблагословенная дочь Якима Иоанны. Родители Пресвятой Богородицы были праведными, но бездетными людьми. С этой скорбью они дожили до преклонного возраста. Предание говорит, что им было за 60 лет, когда родилась Дева Мария. Видимо, хотел Господь в этом совершить чудо, чтобы никто не посмел унизить достоинство Пресвятой Девы и сказать, что она обычная дочь обычных родителей. Ее рождение сверхъестественно. Она плод молитвы. Всю жизнь ее праведные родители молились о даровании им ребенка. Даже тогда, когда по нашим человеческим меркам уже нужно просто смириться в 60-то лет, они все равно продолжали молиться. И, наконец, окончилось испытание их праведности. В этом месте можно было бы сказать, что Господь услышал их, но Он всегда слышал их. Как всегда слышат и наши молитвы. Только не спешил с исполнением, закаливая веру Иоакима Иоанны в горниле скорбей, разгорячая их молитву, приводя их к истине, к истинной праведной жизни. И вот тогда-то и у истинно праведных родителей родилась истинно праведная дочь. Она стала честнейшей Херувим и славнейшей Серафим. Благодаря рождению Христа. Но совершиться это рождение могло лишь благодаря ее чистой и аскетической жизни. И это для нас огромный урок. Будем же в этот праздник радоваться рождении Матери нашего Господа. Будем обращаться к ней с молитвами и искать у нее заступление. Вспомним в этот день и о наших матерях. Так ли мы их радуем, как радовала Пресвятая Дева Святую Анну? Или вспоминаем о них только на Новый год, да на день рождения? Вспомним и о наших детях, какой духовный генофонд мы им передали. Букет сплетенных страстей, греховных наклонностей, дурных привычек. Чему же удивляться, когда наши дети дурно поступают? Не по нашим листопам они идут. Вспомним о всех, поменим всех молитвенно, а после службы в храме, благо выходной день, возвеселимся в простоте сердца, каждый со своими близкими, как некогда и Аким и Анна о рождении дочери. В этом году исполняется 700 лет со дня рождения великого христианского подвижника Сергия Радонежского. Он основал Троицы Сергиеву Лавру, благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Под его влиянием Андрей Рублев написал Троицу. Великий молитвенник и учитель. Он стремился к уединению, а стал духовным лидером страны. «Любовью и единением спасемся». Слова Сергия Радонежского звучат как никогда актуально. Слава тебе Господи! Был построен корпус учебный, воскресная школа. На первом этаже был организован временный храм, где и начались богослужения. Выкопан котлован, залит фундамент, сложены стены, установлены купола. И вот в этом году, когда мы будем праздновать 700-летие памяти преподобного Сергия Радонежского, 8 октября Бог даст, храм будет освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом. Скорее всего, Господь нашими руками созидает себе дом Божий. Зажжется еще, или зажглась уже, горит маленькая свечка Русско-Православной Церкви, где совершаются молитвы, где страждущие и все желающие находят здесь успокоение своей души. На перекрестке центральной улицы Ленина и проспекта Кулакова в городе Ставрополь возвышаются купола величественного храма преподобного Сергия Радонежского. Решение о начале строительства храма было принято в 2003 году. Священник Александр Гамзяк на одном из совещаний попечительского совета обродился к благотворителям с просьбой начать возведение храмового комплекса с небольшого приходского дома под духовно-просветительский центр. По просьбам жителей города Ставрополя храм стоился двух ярусов. Нижний этаж или нижний храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Верхний храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Для удобства, для того, чтобы люди смогли спокойно посетить храм во время богослужения, то есть если будет совершаться литургия, внизу будет совершаться исповедь. Если наверху совершается венчание, то внизу можно совершать таинство крещения. Люди спокойно приходят и без суеты, чего не должно быть в храме, спокойно, благоговейно возносят молитвы и благодарственные, и просительные, покаянные Богу. Когда-то здесь ничего не было, кроме сгоревшего вагончика. В церковной стройке нужен был настоятель, имеющий опыт возведения храмоздания. И выбор пал на отца Александра Гамзяка, молодого пастыря, хорошо знающего городской бизнес-среду. К тому времени он был настоятелем строящегося Новомарьевского храма в честь святого Дмитрия Солунского. И много лет ему пришлось совмещать служение там и здесь. Указом владыки батюшка был назначен Сергиевский храм летом 2011 года. Отец Александр нарисовал приблизительный план расположения объектов на церковном дворе. Потом архитектор Виктор Аксенов выполнил проект однопсидного храма в византийском стиле. Работы ведутся отделочные. Слава Богу, активно подключилась администрация края, правительство края, Владимир Владимирович Владимиров активно принимает участие в облицовке храма. Стены храма благоукрашаются камнем. Внутренние работы – это штукатурка, шпаклевка, благоустройство территории запланировано с 1 сентября. Сейчас мы усилили работы, так как остался месяц. Вот я обращаюсь ко всем нашим прихожанам, всем, кто помогает храму, с тем, чтобы вместе, всем миром мы смогли сделать такое. И городу, и краю, и преподобного Сергия, к 8 октября подарок. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2014 году во всех епархиях и приходах страны пройдут мероприятия, связанные с именем Всероссийского игумена. Очень хочется 8 октября все вместе помолиться в достроенном и освященном Сергиевском храме. Хотел бы поблагодарить губернатора Ставропольского края, Владимира Владимировича, за помощь, которая оказывается в деле созидания строительства храма. Меня скудеет рука дающего. Я думаю, что это лишь начало нашего общего пути. Господь нашими руками созидает в себе великую обитель преподобного Сергия Радонежского. Я хотел бы пригласить всех ставропольчан, нашители города, Ставропольского края вместе отпраздновать юбилей 700-летия памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября. В 8 утра начнутся праздничные богослужения. Одним из самых маленьких храмов нашего города является храм во имя Святой Великомученицы Варвары. В начале прошлого века в Ставрополе многие храмы были закрыты или разрушены. Одно из первых уничтожили Варваринскую церковь. Это был двухуровневый храм. Верхний храм был посвящен Святой Варваре, назывался русским храмом. Нижний храм назывался Гаеческим, так как в его строительстве принимали участие гаеческие купцы и он был посвящен в честь пророка Божия Ильи. До 30-х годов прошлого века церковь располагалась на территории одного из старейших в городе кладбищ. На погосте хоронили православных ставропольцев. Тех, кто закладывал крепости, строил наш город. Среди них купеческие династии Плотниковых, Венециановых, Волобуевых, Алофузовых, но храм был разрушен, а кладбище стерто с лица земли. Не пожалели даже могил похороненных здесь декабристов. Впоследствии на этой территории были построены здания, в которых сейчас располагается Ставропольский строительный техникум. Несколько лет назад на территории техникума была построена небольшая часовня, которую назвали, как и разрушенный в 20-м веке храм в честь святой великомученицы Варвары. В 2010 году начинается строительство этой часовни по инициативе сотрудников техникума. Греческая община тоже принимала большое участие в строительстве данного храма. Конечно, большую помощь в строительстве оказали и выпускники, так как техникум строительный, то, конечно, многие строители в Ставропольском крае так или иначе были связаны с этим учебным заведением, и мы не почитали своим долгом поучаствовать в восстановлении исторической справедливости. Несмотря на то, что храм называют студенческим, прийти сюда может любой желающий. Прихожанка Варваринского храма Анна Гавришева рассказала нам о том, что они с мужем и детьми живут недалеко от этого храма и с момента его открытия с удовольствием сюда приходят. Когда находишься в маленьком храме, слышно полностью службу, полностью как читают, как поют. Ну и, соответственно, состояние более молитвенное. Храм открыт с 9 утра и до 3 часов дня, а по четвергам и субботам здесь проходят водосвятные молебны. Наша съемочная группа приехала в храм в четверг, как раз к началу службы. Помимо работников и прихожан храма, на богослужение пришли студенты и преподаватели техникума. Так как храм небольшой, всех желающих он не вместил, но ребята молились на улице, перед храмом. В конце молебна отец Антоний поблагодарил пришедших и сказал, что двери храма для них всегда открыты. Я еще раз сердечно всех поздравляю, рад всех видеть. Надеюсь, что храм Божий станет таким же частым в вашем доме, как и лекционные учебные заведения. В помощи всем нам Божьей, храни Господь. Спасибо. После перед церковью заместитель директора техникума по воспитательной работе Вера Васильевна Ткаченко провела студентам небольшую лекцию об истории храма, а также рассказала о его значимости для бывших студентов техникума. Наши студенты приходили здесь, венчались, крестили своих детей. И мне очень хотелось бы, чтобы вы, может быть, когда-то сюда привели своих детей, да, и, может быть, встретили здесь свою любовь, и, может быть, даже обвенчались. Мы обвенчаем вас в этой церкви. Представляете, как здорово. Все чаще в нашем городе строятся церкви. Все чаще люди приходят к Богу и впервые переступают порог храма. Именно так, мелкими шагами, трудом священников и многих православных верующих окрепнет дух нашего народа и будет возрождена Святая Русь. На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Субтитры создавал DimaTorzok